Девушки отдыхают На ваши вопросы я буду отвечать, да и возможно видео будет выходить чаще. Мне в принципе такой формат даже понравился, но из-за большой занятости и небольших проблем на канале я немножко задормозился. Но спешу исправлять нынешнее положение дел и бегом отвечать на ваши вопросы в группе ВКонтакте. Но перед началом, друзья, важное правило. Это новое правило, которое теперь будет работать в этой рубрике «Вопросы и ответы». Внимание! Чтобы ваш вопрос попал в видео и я на него ответил, очень важно вступать в группу ВКонтакте. Потому что я очень часто стал замечать, что многие люди там задают вопросы, но при этом не вступают в группу ВКонтакте. Ай-яй-яй так делать. Это не совсем честно по отношению ко мне. Я очень рассчитываю, что вы подпишетесь на группу ВКонтакте. Думаю, что ни для кого это не будет трудно. Да и к тому же влепить пару лайков. И помимо всего прочего, там же регулярно у нас есть посты о новых видео. Там же анонсы стримов. Иногда там есть розыгрыши разных ключей к играм в Стиме. Да и просто общение в комментах. Друзья, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Я буду проверять это дело. И когда увижу новый вопрос, я всегда проверю, подписан ли человек на нашу группу ВКонтакте. Ссылочка на группу, конечно, будет в описании. Под видео там все есть. Итак, погнали! Семен спрашивает, нравится ли мне снимать ФНАФ-пародии и сам ФНАФ? Значит, да, конечно. Мне нравится снимать ФНАФ-пародии и нравится снимать ФНАФ. И если мне что-то не нравится, я не буду это снимать. Даже если это популярно. Меня очень часто просят поснимать, допустим, Майнкрафт, Роблокс какой-нибудь, Бравл Старс и так далее. Это популярно, но это не мое. Я не снимаю то, что не по мне. ФНАФ и ФНАФ-пародии мне всегда нравилось снимать. Хотя я никогда не торопился особо сильно их снимать. Изначально, но такой формат мне реально понравился. Мне нравится выполнять эти трудные челленджи. Мне нравится преодолевать трудные ночи. Изучать новые механики. Для меня ФНАФ это вызов. Поэтому да, мне нравится. Но, конечно, это не единственное, что я бы хотел снимать на канале. Я больше предпочитаю разнообразный контент. Макар спрашивает. Буду ли я играть в песочницу типа Майнкрафта или Террарии? Нет. Я в эти игры играть не буду. Это не мое. Чтобы снимать на канале песочницы, нужно посвящать канал этому жанру. Это огромное количество видео, плейлистов, всяких разных там нарезок, приколов. Но у меня канал не по этому формату. Даниил спрашивает, как я отношусь к своим хейтерам. Ну, начну с того, что я их не знаю. То есть, я так понимаю, ты имеешь в виду тех, кто ставит дизлайки, да? И пишет грязные, противные комментарии. Я к ним отношусь нейтрально. Конечно, это не очень приятно, но я понимаю, что невозможно нравиться всем. Всегда кто-то будет чем-то недоволен. Кого-то будет бесить мой голос или мое поведение в видео. Или мой контент, который я снимаю. И такая есть вредная человеческая натура, когда ты не можешь молчать. Ты не можешь проигнорировать, да, там пропустить, пролистать что-то. Нет, ты должен зайти и поставить дизлайк. И всем громко крикнуть о том, как тебя все не устраивает. И вот какой Нептун плохой. Это вредное качество, конечно, но я никого не могу за это винить. Я сам порой могу испытывать подобные чувства каким-то другим каналам. Конечно, я не опускаюсь до того, чтобы заходить там и желчь опускать в комментах. Но я понимаю, почему хейтеры вообще в принципе существуют. И у меня к этому совершенно нейтральные отношения. Если, конечно, это не переходит рамки. Одно дело ставить дизлайки и писать какой-нибудь противный коммент. А другое дело прям хейтерить по полной. То есть создавать там видосы, унижать, оскорблять. К примеру, меня или моих знакомых, моих друзей. Это уже крайности. И я, конечно же, против этого. Но пока что я такого не замечал. И слава богу. Джессика спрашивает, как я собираюсь развивать Твич. И собираюсь ли вообще. Довольно-таки хипятильный вопрос. Изначально я планировал развивать Твич. Как платформу для альтернативного развития. Ну, где я могу, допустим, посидеть, отдохнуть. Собрать совершенно не связанную с Ютубом аудиторию. И мало кто знает, но я именно с этой целью сделал рестримы туда. Чтобы стримы тоже шли. И, возможно, там бы росла своя аудитория. Но, к сожалению, за несколько лет сдвигов никаких. Ну, конечно, там появилось своё небольшое комьюнити. Ну, вот, например, ты, Джесс, я знаю, там, Пашчик, да, был в своё время Гусь, Вэл, Винишко. Ну, человек семь, может быть, десять. И вот годами эта комьюнити, по сути, не развивалась. То есть, если бы я видел, наблюдал какие-то тенденции к развитию, если бы я видел, что всё идёт вперёд, что есть новый приток аудитории, возможно, я бы об этом задумался. Но за всё время, пока я делал рестримы на Твич, за всё это время я не почувствовал развитие этого канала. Может быть, конечно, мне оставило больше прилагать усилий к развитию Твича, но это для меня невыгодно, потому что у меня основная платформа – это Ютуб. Поэтому на данный момент в планах развития Твича нет. А учитывая, что за несколько лет он у меня толком-то и не развился нифига, и новых никаких зрителей туда не пришло, думаю, что перспективы развития Твича крайне малая. Максим, интересуюсь ли я социальными сетями для творчества, типа Амина, Девиант и так далее? Если честно, то почти нет. Дело в том, что Амина и прочие такие, ну, более современные сети, они уже были после меня, уже после того, как я начал, в принципе, активно в интернете сидеть. Но вы же знаете, что я старпёр. А всем старпёрам тяжело освоить что-то новое такое вот, где в основном сидит очень молодая аудитория. Исключение Ютуба, окей. Но на Ютубе я могу хотя бы сам влиться в творчество, через свои какие-то навыки, через общение, через мои видео. Ну, чтобы влиться в какие-то совершенно новые сети, типа Амина, например. Чё-то я как-то туда залез один раз, я ничего там не понял и вышел. Девиант арт, там, в принципе, прикольно. Иногда я там беру какие-нибудь арты, естественно, с указанием авторских прав и так далее. Туда я заходил довольно часто. У меня нет там никаких любимых авторов, но если вы хороший, талантливый художник, который там работает, ну, публикует свои работы, да, то я всегда открыт для сотрудничества. А вот Виктория всё хочет узнать о моей странной фобии пустых коробок. Почему же я их боюсь? Когда у меня возникла эта фобия? Из-за какой-то игры? В общем, Вика и все остальные друзья, кто тоже спрашивает, что там за пустые коробки, почему Нептун боится пустых коробок. Друзья, просто примите это. Просто примите это и живите с этим, да? У меня фобия пустых коробок. Я не хочу говорить о ней. Даже просто говорить о ней мне неприятно и страшно. Потому что тем более, когда ты об этом говоришь, ты же это представляешь в голове. Я не хочу сейчас представлять пустые коробки у себя в голове, хорошо? Поэтому давайте так. Больше никаких вопросов про пустые коробки. Ну просто примите это. У меня фобия всё. Не нужно никаких пустых коробок. Не надо. Надеюсь, мы друг друга поняли. Данила спрашивает. Насчёт рум-тура. Хотел бы я его сделать. Если честно, то в принципе, вы большую часть моего рум-тура, вообще большую часть моей квартиры уже видели, когда я снимал FNAF AR. Ну вот, FNAF с дополненной реальностью. Я там всё показал. Я там бегал с телефоном, у меня попало в кадр и кухня, и туалет, и коридор, и прихожка, и зал, и вообще всё-всё-всё. Так что я просто не вижу смысла делать рум-тур, когда всё и так показано. Возможно, вы хотите, чтобы я прям качественно всё сделал, с хорошей камерой, освещением и всё показал. Но, знаете, у меня на самом деле совершенно бичарня, простая скромненькая квартирка, куча хлама. Я живу далеко не так круто, как многие могут подумать, когда смотрят разные видео всяких популярных ютуберов, стримеров, как у них там всё так красиво расставлено, полочки с фигурками, разная подсветка, фиолетовая, розовая, красивые кровати, стулья, большой телек, красивый диван. У меня ничего этого нет. У меня всё самобытное, всё довольно старое, квартира у меня съёмная, тут очень много старой мебели хозяев. Короче, я не вижу смысла показывать рум-тур. Просто пойдите в гости к своей бабушке или дедушке, если, конечно же, они недалеко, и посмотрите на их квартиру. Ковры, старая мебель, старая стенка. Вот я примерно так же живу. Только ещё куча хлама добавьте туда и беспорядка. Так как я живу один, и как и любой живущий один парень, у меня хлам копится очень много. И не всегда есть возможность всё убирать. Поэтому рум-тура не будет. Александр спрашивает, как же я познакомился с Ютубом? И какой мой любимый фильм ужасов? Значит, с Ютубом я познакомился примерно в 2009 году. Именно в 2009 я залил свой первый ролик. Но я имею в виду вообще на Ютуб. Тогда никакого Нептуна не было канала. Какие-то другие левые каналы были. Если честно, уже не помню, где эти каналы, какие там пароли, какое там название. Но я тогда в то время активно задротил в онлайновые РПГ. Так вот, я залил ролик. В 2009 году это был какой-то бой, когда я был мастером клана Архангелы. И там была битва в подземелье между моим кланом Архангелы и кланом Пьор, по-моему. А музыка там была Рамштайн. Я в то время очень активно играл, задротил в ММО, и довольно часто заливал на Ютуб разные ролики. Но тогда я совершенно еще не имел даже представления о том, что я свяжу свою жизнь с Ютубом. Ну, просто вот так я с ним познакомился. И вот довольно долго Ютуб для меня был реально чем-то вроде убийства времени. То есть посмотреть на котиков, посмотреть на разные приколы, там что-нибудь смешное. Я всерьез Ютуб вообще не воспринимал, я даже не знал, что там можно любому желающему развивать свои каналы, собирать аудиторию, даже зарабатывать деньги. Я об этом вообще не знал вплоть до 2014 года, когда, по сути, сам и начал развивать свой канал, точнее, первые задумки о моем канале. По сути, конец 2013 года и был тем самым вот моментом, когда я понял, что хотел бы заниматься именно этим, заниматься на Ютубе чем-нибудь. Это был ноябрь 2013 года. Я помню, я тогда впервые поиграл в Слендера. В то время почти по всем игровым пабликам и всяким прикольным, ну, пабликам с приколами пролетало просто огромное количество приколов про Слендера, о том, что он всех пугает и если ты бесстрашный воин и не боишься ужастиков, поиграй в Слендера и уж точно испугаешься. И вот тогда я помню, впервые поиграл в эту игру на фоне всего этого хайпа по Слендеру и он меня дико напугал, реально. Настолько сильно, что я решил залезть в интернет и посмотреть, кто же тоже испугался, может быть, кто-нибудь снимал эту игру. И я удивился, что реально, я нашел кучу роликов, где люди играли в Слендера и пугались. И я сначала это все смотрел, мне это дико нравилось, то есть я как бы переживал свои эмоции в других людях. И вот примерно в то время я нечаянно наткнулся на Пьюдипая. Наверное, все знают Пьюдипай, это один из самых первых лестплейщиков по сути на Ютубе, который всю эту движуху вывел на мировой уровень. Но тогда я еще не знал, кто это. Тогда это стало для меня открытием. Вау! А что, так можно было? То есть ты играешь, снимаешь видео, делаешь свои комменты, ну, комментируешь происходящее, и тебя еще и смотрят, еще и просят продолжения. И тогда я понял, что, блин, это именно то, чем я хочу заниматься дальше. Ну и отсюда уже пошло-поехало, начал я все это больше и глубже копать, изучал разные хитрости, как правильно там поднимать канал, как правильно все сделать, какое нужно оборудование, какое нужно качество, что люди смотрят, что хотят, ну и, конечно же, что мне нравится снимать. Выбор пал на инди-ужастики. Это первое, что меня захватило с головой вообще, не только на Ютубе, а вообще. Я обожаю инди-ужастики, поэтому это стало стартом. И по сей день я их снимаю. Ну а мой любимый фильм ужасов, это, конечно, серия Кошмара на улице Вязов. Именно вот те старые фильмы, это мое любимое. Также серия фильмов ужасов Фантазм, восставший из ада и зловещие мертвецы. Вот это круто. Ну, конечно, в основном, это старые ужастики. Так как я вырос в эпоху видеокассет, в 90-е, конечно же, именно такой формат ужастиков у меня и отложился в душе. Аркадий спрашивает, если бы мне предложили озвучить персонажа из мультфильма или компьютерной игрухи, или ужастика, я бы согласился? Наверное, да. Зависит от масштабов. То есть, сам понимаешь, что я не могу соглашаться озвучивать кого-либо, любого персонажа всем желающим. Если игра более-менее серьезная, если ее делают серьезно более-менее какая-либо инди-студия, и все действительно настроено серьезно на выход игры, то я могу поозвучивать. Причем совершенно бесплатно. Если, конечно, там не много чего озвучивать. Если там очень много диалогов, то, конечно, это уже будет скорее всего платно. Но прикол в том, что почти все, что мне предлагали, а мне предлагали озвучивать каких-либо персонажей, все это загибалось. Серьезно, мне предлагали по-моему раза три что-либо озвучить. Причем два предложения было по ФНАФу. Ну, то есть это какие-то ФНАФ пародии. Ни одна из этих игр так и не вышла даже в формате демки. Но все же, если говорить честно и откровенно, то, может быть, какие-то мои слова, мои произношения это фишки канала, но все же, чтобы озвучивать что-то серьезное, какую-то серьезную игру, я вряд ли на это подойду. У меня достаточно косяков в речи. Я немножко шепеляблю. У меня хватает слов-паразитов. Ну и прочее, прочее, прочее. То есть то, что хорошо на самобытном канале, на моем личном канале, это круто, это мои фишки. Но, допустим, озвучивать полноценно персонажа в какой-то игре и уж тем более в каком-то мультике это уже что-то посерьезнее. И там меня могут просто раскритиковать, сравнять с землей, просто морально уничтожить за то, что я там где-то зашепелявил. Хотя оригинальный персонаж не шепелявит. Ну, короче, вы поняли. Большая сила требует большой ответственности, как говорил дядя Бен Человеку-пауку. Егор спрашивает, будут ли на канале игры что-то кроме ужастиков, да, например, Метро 2033 или Сталкер. Смотри, Егор, давай вкратце я объясню, какой контент на канале живет. Чтобы контент ужился и выходил и развивался, нужно, чтобы два условия были соблюдены. Чтобы было вот два условия. Первое, это чтобы нравилось ютуберу, то есть мне. И второе, чтобы нравилось зрителям, то есть вам. Только при выполнении вот этих двух условий контент будет жить и развиваться. Если чего-то одного из этого не будет, то, скорее всего, контент обречен. И рано или поздно будет либо заброшен, либо забыт. Егор, я реально на канале пытался когда-то снимать сюжетки, не ужастики. Я помню, снимал Лару Крофт, причем обе части у меня на канале есть, МДК-2, Фаренгейт, Хэви Рейн. На стримах я часто проходил тоже сюжетные игры, не ужастики, типа Half-Life, что-то там еще проходил. Но все это очень и очень плохо смотрелось, то есть мне-то интересно, я бы хотел, но большинству зрителей это нафиг не сдалось. Возможно тебе, там еще парочке человек, это реально интересно, но большинству зрителей это не интересно. Зачем мне снимать то, что большинству моих же зрителей не интересно, это загадка, да? Зачем снимать? Гораздо проще создать второй канал и делать там уже то, что будет отличаться от того, что есть здесь. Кстати говоря, метро я на канале приходил в формате стримов, вот последнюю часть метро исход, а также первую самую часть сталкер тень Чернобыля я приходил на канале. Есть плейлисты, посмотри. Просто банально вбей в поиск на ютубе сталкер пробел Нептун либо там метро пробел Нептун и там будут кучи моих стримов по этим играм. Так что отвечая на твой вопрос, пока что на канале кроме ужастиков ФНАФа мобильных там игр пока не будет. Исключение может быть что-то реально популярное, как вот сейчас популярная Фридей Найт Фанкин, да это музыкальная игрушка, это совершенно вроде как не ужастик и вообще это не связано ни с ФНАФом ни с хоррором это ритм аркада но все же популярно и у меня на канале в общем-то она тоже нормально просмотрелась вот такого рода игрушки будут выходить. Ну а все сюжетки кроме ужастиков конечно скорее всего я перемещу на второй канал. Второй канал пока еще не создан в ближайшем будущем я хотел бы его завести. Но пожалуйста не спрашивайте почему и когда. Я хочу как можно быстрее но я сам пока не знаю но когда я узнаю вы узнаете об этом первыми. Ну вот и все на сегодня я думаю что 10 вопросов это вполне себе неплохо. Ждите третий выпуск я отвечу на остальные вопросы я постараюсь на все отвечать. Напомню друзья вопросы будут попадать сюда только тех людей кто подписан на группу ВКонтакте Нептуна. На этом все. Большое всем спасибо за внимание ставьте лайки надеюсь вам понравились мои ответы ну а кому не понравилось ну значит ждите еще новых ответов постараюсь вас не разочаровать. Непременно нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео и не забывайте указывать чтобы все уведомления приходили. То есть колокольчик должен быть серым. Желаю всем добра и позитива. До новых встреч друзья всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok